Добрый день, меня зовут Своля Кенисхановна Кожанова, я заведующая кафедрой анатомии, гистологии и топографической анатомии имени профессора Николая Архиповича Хлопова, Медицинского университета семей. Мы с вами продолжаем изучать соединение костей и сегодня мы рассмотрим следующий вид, это прерывные соединения или диартрозы суставы. Мы опишем их классификацию по строению, по форме суставных поверхностей, по количеству осей движения, а также дадим характеристику основным и вспомогательным элементам суставов. Вернемся с вами к общей классификации соединений. Мы рассмотрели виды непрерывных соединений за счет соединительной ткани синдесмозы, за счет хрящевой ткани синхондрозы, за счет костной ткани синастозы и за счет мышечной ткани синкаркозы. Также мы дали характеристику полусуставов или гемиартрозов. Мы сказали, что появляется суставная полость, но еще не сформирована суставная капсула. И теперь мы рассматриваем прерывные соединения или диартрозы. По-другому суставы артикуляция. Это подвижные соединения суставных концов костей. На первый план выступает функция движения. Вот здесь мы видим основные крупные суставы. Леже плечевого, тазобедренного, коленного, локтевого, лучезапясного суставов. Необходимо отметить, что стабильность суставов обеспечивается самой формой суставных поверхностей, связками, которые удерживают суставные поверхности костей, мышечным тонусом, за счет того, что мышцы перекидываются. Вот здесь, например, четырехглавая мышца бедра, перекидывающаяся через коленный сустав. Атмосферным давлением, адгезией суставных поверхностей и кожей, которые покрывают все наше тело. Посмотрим на основные элементы суставов. Это, в первую очередь, суставные поверхности, фацис артикулярис, вот они показаны, и суставные поверхности покрыты суставным хрящом. Вот показаны суставные хрящи двух суставных поверхностей. Суставная поверхность паций с артикулярис, суставной хрящ, картилиага артикулярис. Снаружи суставы покрыты суставной капсулой, капсула артикулярис, цифра 3, которая имеет два листка, наружный фиброзный листок, выполняющий защитную функцию, и внутренний синавиальный мембрана синавиалис. Тем самым капсула артикулярис замыкает суставную полость, кавом артикуляре. Вот мы видим суставную полость. Суставная полость заполнена синавиальной жидкостью синавиа, которая продуцируется синавиальной мембраной суставной капсулы. Таким образом, к основным элементам сустава относятся фациес артикулярис, картилиага артикулярис, капсула артикулярис, кавом артикуляре и синавиа. Если мы будем рассматривать суставные поверхности, то суставные поверхности могут быть конгруентны друг к другу, они напоминают геометрические фигуры, либо они могут не совпадать, быть инконгруентными, и тогда суставные поверхности могут быть дополнены либо суставными губами, либо внутри суставными элементами, как мениски и диски. Суставной хрящ покрывает суставные поверхности, он не имеет собственных сосудов, питается за счет суставной жидкости и сосудистых сплетений синавиальной мембраны. И вот здесь на схеме показано прикрепление волокон, они прикрепляются в виде пружины, поэтому суставной хрящ способен выполнять амортизирующую функцию. Суставная капсула имеет две мембраны, наружная фиброзная и внутренняя синавиальная. Синавиальная продуцирует синавиальную жидкость, имеет очень много сосудистых и нервных сплетений. Ну и вот здесь показаны функции синавиальной жидкости, создает жидкую среду, кроме того она питает суставные хрящи и внутрисуставные элементы, такие как диски, мениски, смазывают суставные поверхности и предупреждают их от эрозии. Суставная полость – это пространство между суставными поверхностями, ограниченное синавиальной оболочкой. Внутри, вот показан плечевой сустав, внутри полости поддерживается отрицательное давление и в нормальных условиях полость заполнена небольшим количеством синавиальной жидкости, ну до 4 мл. к вспомогательным элементам сустава относятся связки легамента, которые бывают внутрисуставные. Вот на примере муляжа коленного сустава мы видим внутрисуставные – это крестообразные связки, это поперечная связка колена, а также они могут быть внесуставные, вот мы видим коллатеральные связки со стороны малоберцовой кости и со стороны большеберцовой кости. Хрящевые губы – лябрунглиноидали, хрящевые диски или мениски. Опять-таки вот на примере коленного сустава хорошо видны менискус медиалис и менискус латералис, расположенные внутри полости сустава. Опять же синавиальные сумки, синавиальные благалища. Все суставы мы классифицируем по основным характерным признакам по строению, по форме суставных поверхностей и по количеству осей движения. По строению все суставы делятся на простые. Ну вот здесь мы можем пример привести. Это плечевой сустав, это вот межфаланговые суставы, когда соединяются две суставные поверхности. Это сложные суставы, когда соединяются три более суставные поверхности, например, коленный, где соединяются суставные поверхности бедренной кости, большеберцовой кости и надколенника. Это локтевой сустав, где соединяются суставные поверхности плечевой кости, лучевой и локтевой кости. Также суставы могут быть комплексные. Если внутри сустава имеются внутрисуставные элементы, это менески или диски. Опять вот пример коленных суставов. А также они могут быть комбинированы, когда движение в суставах происходит одновременно. Примеры могут служить дистальный, проксимальный, лучший, локтевой сустав. Примеры могут служить височно-нижнечелесные суставы или атлантозатылочные суставы, когда два сустава всегда работают одновременно. Таким образом, по строению суставов бывают простые, сложные, комплексные и комбинированные. Прежде чем описывать классификацию суставов по количеству осей, движения, рассмотрим эти оси и виды движений. Вокруг фронтальной оси, мы вот видим, идет сгибание флексио и разгибание экстензии. Вокруг сагентальной оси, уже на примере того же плечевого сустава, мы видим, что идет отведение, абдукция и обратно приведение аддукции. Комбинированное движение вокруг фронтальной и сагитальных осей называется циркундукция или круговое вращение. Ну и вокруг вертикальной оси мы видим, что может происходить вращение внутрь, пронация и вращение наружу, супинация. Смотрим теперь классификацию суставов по форме суставных поверхностей и по количеству осей движения. Обычно эти два вида классификации объединяют в единую, потому что форма суставных поверхностей как раз и обуславливает количество осей движения. Мы уже говорили, что форма суставных поверхностей напоминает геометрические фигуры. Поэтому, если мы будем делить суставы по количеству осей движения, они могут быть одноосные, двуосные и многоосные. К одноосным суставам, юниаксиальным, относятся цилиндрический сустав, артикуляция трахоида, и блоковый сустав, артикуляция гендлимус, и, как вариант, винтообразная артикуляция кухлярис. К двуосным суставам относятся мышелковая артикуляция биканделярис, седловидная артикуляция селярис, и эллипсовидная артикуляция эллипсаида. И многоосные – это шаровидные артикуляции сфероиды, как разновидность шишеобразной артикуляции кателика, и плоские суставы – артикуляция пляна. Рассмотрим примеры данных суставов. Вот мы видим одноосные суставы представлены, например, цилиндрические. Это между головкой лучевой кости и лучевая вырезка локтевой кости. По форме напоминает цилиндр. Срединный атланта – осевой сустав. Тоже вот мы видим зуб осевого позвонка, и передняя дуга атланта образует сустав, по форме напоминает цилиндр. Блоковидные суставы, межфаланговые, вот форма суставной поверхности напоминает вот такой блок. Мы видим артикуляцию генглимус. Либо плечо-локтевой сустав, соединение за счет блока плечевой кости и блоковидной вырезки локтевой кости. Вот такие виды одноосных суставов. Это цилиндрические, блоковидные. Ну и в целом локтевой сустав рассматривается как разновидность блоковидного винтообразный сустав. Двуосным суставам относятся эллипсовидные. Это когда форма суставных поверхностей напоминает эллипс. Например, лучезапязный сустав, он эллипсовидной формы. Вот мы видим суставная поверхность лучевой кости и кости первого ряда запястья. Это седловидный сустав, когда обе суставные поверхности напоминают седло. Примером является соединение запястно-пясный сустав большого пальца. А также мышелковые суставы. Ну, например, вот опять атлантозатылочные суставы относятся к мышелковым. Коленный сустав относится к мышелковым. Таким образом мы видим двуосные суставы. Могут быть эллипсовидной формы, седловидной формы и мышелковые. На гаосном суставах мы видим, что одна из поверхностей напоминает шар, вторая имеет вогнутую поверхность суставную. Таким образом, это сустав шаховидный, плечевой сустав. Вот мы видим форму суставной поверхности головки плечевой кости. Либо как разновидность чешеобразной. Мы видим головку от бедренной кости. Она охвачена вертлужной впадиной ацетабулем. Либо плоские суставы, артикуляция пляна. Например, акромиально-ключичный сустав, крестцово-подвздошные суставы. В данном случае здесь показаны крестцово-подвздошный сустав соединения. В основном плоские суставы имеют тугую капсулу и называются тугими суставами, амфиоартрозами. Методы исследования соединения костей. Это и микроскопия, электронная микроскопия, рентгенография, компьютерная томография, ультразвуковое исследование, сканирующая электронная томография. Мы видим магнитно-резонансная и артероскопия. Суставы развиваются на основе соединительной ткани. Если соединительная ткань остается, то формируются синдесмозы. Мы называли такой вид соединения, непрерывные соединения за счет соединительной ткани. Либо заменяется на хрящевую, образуются синхондрозы, либо образуется костная ткань, образуются синастозы, либо синдетная ткань полностью исчезает с образованием полости между костями, и тогда формируются суставы. Вот мы видим, как идет формирование так называемых метафизарных зон роста, метафизарные хрящи. Здесь вот они уже почти закрылись. И мы видим, что по мере формирования так называемые временные синхондрозы переходят в синхондрозы и вот формируется единая кость, состоящая из эпифиза и диафиза. И часть между эпифизом и диафизом мы называем метафиз. Вот здесь приведены интересные данные по развитию кости. И мы видим, что исследования показывают, что в настоящее время вот эти зоны роста закрываются раньше, чем это было 50 лет назад. Таким образом, мы с вами рассмотрели соединение в кости. Спасибо за внимание.